О ковидных ограничениях и причинах, по которым их вновь вводят в усиленном режиме в России, мы поговорим с главным врачом диагностического отделения АУ «Медицина» в Москве, Максимом Терским. Максим, добрый вечер. Добрый вечер всем, здоровья желаю всем. А что вы думаете о нерабочих днях? Помогут ли они в этом виде остановить рост заболеваемости? Вы знаете, я думаю, очень неудачный термин «нерабочие дни», он напоминает каникулы. Гораздо более был удачный термин до этого – это изоляция, потому что смысл введения мер – это разорвать вот эти социальные контакты с целью прервать передачу вируса. Если люди будут воспринимать нерабочие дни как каникулы, то заражений не станет меньше. А вы как человек, который работает в медицине, какую оценку можете дать ситуации с коронавирусом в стране сейчас? Насколько тяжелая на самом деле обстановка? Обстановка очень тяжелая, потому что все госпитали буквально переполнены, вводятся новые дополнительные мощности. Это, мне кажется, много выше, чем третья волна. Это самая тяжелая ситуация, которая была когда-либо. И, конечно, какие-то меры необходимо вводить. Мне кажется, нужно вводить меры, которые как раз будут эффективными, бить по тем точкам, в которых люди реально заражаются. Люди часто заражаются на выходных. Люди часто заражаются в отпуске. Намного чаще, чем на работе. Поэтому нужно смотреть по общественному транспорту и разрывать вот эти социальные цепочки, где передается вирус, а не просто объявлять выходные. Максим, вы уже сказали, что если россияне будут воспринимать нерабочие дни как праздник, как каникулы, то это вряд ли поможет остановить ситуацию. А на ваш взгляд, как в итоге это будет? То есть будут ли россияне гулять или одумаются и будут сидеть дома? Или это зависит от чего-то другого? Я думаю, что необходимо, конечно, более последовательные меры для того, чтобы осуществить прерыв контактов. Необходима реальная изоляция и надеяться на сознательность страны, которая до сих пор не провакцинировалась, не приходится. Ни о какой сознательности речи быть не может. То есть необходимо вводить реально ограничения, последовательные, усиливающиеся во времени. Вот с коронавирусом весь мир борется уже почти два года. И сейчас многие говорят, что по сути мы с чего начинали, то есть с нерабочих дней, к этому же мы и пришли. Вот почему это произошло, на ваш взгляд, и можно ли было этого избежать? Ну, если говорить о мире, то во всех странах ситуация разная. И Европа, как мы знаем, до сих пор находится в локдауне. При этом сейчас ограничения постепенно снимаются, поскольку многомесячный локдаун плюс вакцинация на 80-90% населения в разных странах уже дала свои итоги, показала свою эффективность. И, в общем, сейчас эпидемии как таковой в Европе уже нет. Да, мы на пике, причем на самом большом пике, который когда-либо был в нашей стране. И вот это, собственно, мне кажется, логичным из того, что происходило. Но это выглядит довольно странно, ведь у нас в России изобрели первую вакцину от коронавируса, и в итоге у нас темпы вакцинации довольно низкие. Вы бы какую оценку поставили антипрививочной компании? Ну, очевидно, что она провалена. Это признали на всех уровнях, что прививочная компания провалена. И здесь, конечно, это один из основных факторов. То есть вообще существует только три фактора, которые влияют на все. Первое – это разрыв контактов, собственно, которому должен способствовать локдаун. Я думаю, что в том виде, в котором сейчас вводится, он не является локдауном, и он не приведет к разрыву этих контактов. Второе – это вакцинация. Причем понятно, что вакцинация должна быть на уровне где-то 90%. Практически все должны привиться. Учитывая, что для детей вакцины еще нет, то взрослого населения должно привиться 100%. Только это подействует. Ну и третье – это, конечно, применение современных лекарств, которые уже существуют в мире. Существует и теотропное лечение, то есть воздействие на размножение самого вируса. Существует патогенетическое лечение. Это, собственно, прерывание того патологического процесса, а именно воздействие на интерлекины, которые вызывают избыточное воспаление. К сожалению, в нашей стране ни один из этих препаратов не зарегистрирован до сих пор. Хотя западные компании предпринимают сейчас большие усилия для того, чтобы зарегистрировать эти препараты в России. Вы сказали, что прививочная компания провалилась у нас. Почему? Какие причины этому? Очень серьезным, конечно, оказалось антипрививочное лобби, в том числе и в медицинской среде. Потому что многие врачи сами не верят в вакцинацию, сами не вакцинируются. А что говорить об остальных людях? Это низкий уровень личностного развития многих людей, которые свидетельствуют о том, что многие боятся прививок, верят во всякие небылицы, которые пишут в интернете. Но это, конечно, со стороны государства было недостаточно усилий для того, чтобы все-таки убедить людей в этом. И вот там введение, допустим, системы QR-кодов было, мне кажется, очень удачной идеей. И была волна вакцинации на эту тему в Москве, как только вводились государственно-последовательные меры к тому, чтобы подвинуть людей к вакцинации, это работало. Но, к сожалению, почему-то это было недостаточно последовательно, недостаточно упорно сделано. То есть в этом смысле нужно было бить в одну точку, и тогда бы эффективность была намного выше.